Хай, я Александра Рэй. Являюсь Сашиной женой. Все, что в меня вошло, все в виде информации из меня и выйдет. Или точнее, интервью с его женой, то есть со мной. Или просто странное интервью. Если вы захотите ко мне прикоснуться, то прикоснетесь к моему Саше. А потом и к его проекту. И будете любить меня, хотите вы этого или нет. Если Саша разрешит. Шутка. Что ты получил от участия в этом проекте? Это первый альбом, для которого я полностью написал все тексты. Все тексты на английском языке. Это первый раз, когда я получил полное удовольствие от написания этих текстов. Они мне самому нравятся. Это песни о том, что я переживаю в моем возрасте, в той стране, где я нахожусь. И ощущения мои о той жизни, которая меня окружает. Те годы, которые я проживаю в Америке, я переиграл со многими американскими и неамериканскими командами. И группа Карабан это та самая команда, которая что-то возродила в моем новое. Очень интересное такое большое. Живое. Я очень рад работать с этими людьми. Они очень интересные. Чистые люди. И нам хорошо вместе. Спасибо, ребята. Спасибо. О, пока никого нет и никто не слышит. Хотелось бы сказать пару слов в благодарность всем участникам этого проекта. Особая благодарность тем, кто не мешал. А что касается лично меня, то в ходе этой работы я имел счастье познакомиться с очень удивительными людьми, которые до сих пор удивляют меня все больше и больше. И вообще, наша жизнь удивительная штука. Мне нравится. А ты кто? А ты кто? Я Сашина жена Александра Рэй. Вау. Саш, кто пойдет в твоем проекте? Сейчас Георгий Корнеев. Меня? Myself. Ну, два слова. Кто он? Как он? Это очень неординарный человек. С одной стороны музыкант, с другой стороны талант. Неопознанный людьми. Слушай, кто это писал сценарий? Ты писал. Ну, уж не я. Хотя странно, ничего хорошего про меня я не ожидал. Хороший сценарий. А записанные в историю музыки записаны в смысле не закаканы. Добавляю. Тетяна. С какой стороны у тебя талант? Со всех. Там, где не записано, там талант. Там закакано. Там не записано. Там уже нет. Я не была у Саши внутри. Он счастлив? Скажи мне, тебе будет не хватать что-то после этой работы? Или тебе нравится быть просто виртуальной женой? Я не думаю, что я буду скучать сегодня в этой работе. Что я не буду скучать, это правда. А чё скучать? В чём тебе скучать? Не, ну было и хорошо, а... Я привыкла слышать от Саши... Ну, как вот ты бы это сказала? Привыкла к тому, что он не говорит, что делать, или как что-то говорить, или иногда даже что говорить, а просто... Давай, Эля. Великая моя актриса. А когда ты говоришь Саше, что никогда его не любила, помнишь эту сцену? Да. Что ты ощущала? Ошибку, ненависть, обиду? Если выбрать из трёх, то, наверное... Наверное, ненависть. Пыталась... Какие-то недовольствия свои передать. Скажи в двух словах. Кто он как человек? Он счастлив? Я думаю, что Саша человек искусства. Как бы он для этого живёт. Поэтому я думаю, что в этой сфере он счастлив. Ему нравится то, чем он занимается, ему нравится музыка, кино и так далее. Но я бы не сказала, что он счастлив может быть, в другой половине. Не знаю, как даже назвать. Семейный или что-то вот, что мы как люди принимаем за счастье, семья, там какие-то налаженные отношения. А в другой половине ты ещё для себя? Нет. Нет. Я имею в виду в его жизни. Я считаю, что, может быть, он в этой части не совсем счастлив. Серьёзно? В части. Семьёй. У него замечательный сын, но я знаю, что у него трудности в другом. Я буду по Вове очень скучать. Безумно. Почему? Он украсил мою жизнь. Валер, у тебя есть что-нибудь добавить? Ой, что это у тебя на рукаве? Версачи. Да я люблю, когда в женщине женщин много. Подожди, я. You gotta hear something. Вовка, ну как оно? Получается? Ну смотри, всё гораздо проще. Объясняю просто на пальцах. Смотри, если рассматривать с точки зрения эволюции, то гамма лучей в световом спектре, как бы тебе сказать, я имею в виду планетарного соотношения, молекулярный неоклассицизм. Саш, правильно? Ну я имею в виду, что когда вот так идёт, оно потом обязательно переломится. И тогда, если ненадёжь, тогда уже, Володь, как это называется оно? Это называется паразитирующий феномен. Он не всегда может соответствовать просто паранормальному восприятию запрограммированного бытия. Правильно. Потому что когда сверху оно получается, то как бы ты ни шёл, понимаешь, вот сидим, да, Вов, сидим. Могли идти, да? Ничего не знаем. Если в привычном понимании физического, астрального, звукового барьера, Саш, это логическое мировоззрение не всегда соответствует той действительности. А если накрыть, а потом? Понимаешь, да, Эль? Абсолютно. Что самое интересное, что всё как бы всегда. Тсс, и вот так. Так, дайте кто-нибудь выпить в голову всякой ерундали. Ну, и не только Лиза, в голову. Я столько про феномен выучила.